МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш сегодняшний собеседник, кандидат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Михаил Тимонов родился 22 мая 1965 года в Москве. Окончил МАИ по специальности инженер-системы механик. В 90-е получил также экономическое образование в Академии народного хозяйства, а затем еще и диплом специалиста по информационной безопасности в МВТУ имени Баумана. Много лет работает в банковской сфере. Общественной деятельностью стал заниматься в начале 2010-х годов. Входит в координационный совет проекта «Гражданин-наблюдатель», который позиционируется как гражданский проект за честные выборы. Участвует в общественном контроле за выборами в двух административных округах Москвы. Одним из пунктов программы Тимонова – ограничить уплотнительную застройку города. В 2014 году баллотировался в депутаты Мосгордумы по 16-му избирательному округу, но занял второе место, проиграв доверенному лицу Сергея Собянина – Антону Молеву. В сентябре этого года он вновь станет соперником нынешнего депутата. Ну и мы приветствуем Михаила Леонидовича в нашей студии и начнем наш бескомпромиссный разговор. Михаил Леонидович, я прошу вас. Прежде всего мы приветствуем ваше мужество, оно вам сегодня понадобится. Но первый вопрос, он безобидный. Михаил Леонидович, зачем вы идете в Московскую городскую думу? Слушайте, ну есть такое слово «ответственность». Если я понимаю, что в моем городе происходит очевидно не совсем то, что в нем должно происходить, если я понимаю, что система власти, к сожалению, выстроена так, что общество не контролирует решения исполнительной власти, и это приводит к напряжениям несомненным. Я же как нормальный человек заинтересован в том, чтобы все шло конституционным, мирным, спокойным путем, ко всеобщему благу. Вы идете бороться с властью? Я иду контролировать власть исполнительную. Потому что Московская городская дума – это ровно тот орган, который контролирует решения мэрии, которая принимает или не принимает бюджет города Москвы. Это уже ближе. Напомню, да, второй, наверное, по размеру в мире, с его 2,8 триллионов рублей. Это орган, который издает законы, и, наконец, это тот орган, куда жители Москвы, москвичи могут обратиться по своим проблемам. А вот их накопилось уже слишком много. У кандидата должна быть своя четкая программа по округу. Какова ваша, если возможно, так тезисно? Совсем тезисно. Ограничить уплотнение наших районов, потому что я посчитал только по уже принятым решениям, например, району Богородское грозит уплотнение в 1,6-1,7 раза, что, по-моему, чрезвычайно. Восстановить достойный уровень медицинского обслуживания, ну, потому что закрытие 54-й больницы, закрытие детской педиатрической больницы, долгострой поликлиники, опять-таки, в районе Богородское. Знаете, это все говорит о том, что у нас, видимо, смещены ценностные ориентиры у исполнительной власти. Мы подробности разберем. Вот вы по тезисам. По тезисам. Хорошо. Сохранить наши зеленые массивы. Если посмотреть статистику, то мы понимаем, что зеленые массивы Москвы сужаются, сжимаются. Естественно, это отражается на экологии. Точно так же на экологии и дальше на здоровье москвичей отражается, по-моему, совершенно запредельное использование реагентов. Ну, дальше я считаю, что вот это вот деление на какие-то промзоны и спальные районы, оно тоже неправильно. Необходимо поощрять создание рабочих мест во всех районах Москвы. Ну и, несомненно, да, надо реформировать систему ЖКХ, систему платежей фонда капремонта и, собственно, сам фонд. Отлично. Далее вопрос к вам не мой. Целый господин Трещев к вам обращается. Уважаемый Михаил, я внимательно ознакомился с вашей программой и могу констатировать факт, что вы точно определили большую часть болевых точек, которые беспокоят нас, москвичей. Но, пожалуй, самый главный вопрос я не видел у вас. Как вы добьетесь поставленных целей, которые вы определите? Главный вопрос. Как? Допустим, что вы уже депутат Московской городской думы. Надеюсь. Да. И вот теперь я, допустим, как ваш избиратель, задаю вам вопрос, вполне логичный. Михаил Иванович, вот вы говорили вот то-то, то-то, то-то. Но как вы это сделаете? Как вот конкретно? Вот вы пытаетесь остановить многоэтажную застройку и остановить уплотнение жителей. Остановить уплотнение и разрастание города, на мой взгляд, просто невозможно, так как города растут именно увеличением численности населения и плотности застройки, включая этажность. Заявить такое, значит, остановить развитие города вообще. Вы этого хотите? Нет, я не считаю, что это так. Но я не хочу, чтобы Москва превратилась в Детройт. Знаете историю Детройта, да? Мы знаем историю Детройта, да. Вот я очень не хочу, чтобы то же самое произошло с моим городом. Город банкрот. Да, совершенно верно, город банкрот, в котором жить невозможно практически. Я очень боюсь, что если нынешняя политика продолжится, то в Москве так же будет невозможно жить, как в Детройте. Понимаете, мне гораздо ближе европейский путь, чем китайский. Не надо делать из Москвы второй Шанхай. Надо просто по всей стране создавать такие условия, которые были бы примерно одинаковые экономически и культурно. Это вопрос уже, да, к федеральной власти, я понимаю. Вот сегодня федеральная власть, пожалуйста, Минстрой выступил с предложением ограничить этажность девятью этажами. Вот вам в подмогу. Опять вопрос. Как вы будете реализовывать свою программу? В одиночку вступите в самую сильную фракцию, создадите свою. Как? Давайте для начала... Давайте для начала посмотрим, кто окажется в Московской городской думе. К сожалению, на сегодня, на мой взгляд, в результате откровенных манипуляций на ранних этапах электорального цикла снята целая группа очень сильных кандидатов, которые имели очень большие шансы пройти. Это, конечно, снижает возможность создания каких-то серьезных больших фракций в Мосгордуме. Тем не менее, я считаю, что даже один человек, находясь в этом органе, многое может изменить. У меня просто достаточно большой опыт наблюдателя и координатора наблюдения. Последние пять лет я был членом территориальной избирательной комиссии Преображенского. Вы вхожи в кабинеты Московской мэрии? Не пробовал. Серьезно. А знакомы ли вы, Михаил Леонидович, действительно с проблемами со своим районом, с тем, что в нем происходит? Вот что называется на нижних этажах, вот может быть? Вам начать перечислять проблемы? А у нас часа два-три есть? Нет. Давайте просто проверим. Дайте нам, пожалуйста, жители. Вопрос у меня такой. Что собираются делать в подвале дома 61 по 1-й гражданской улице? Вот так. Замечательный вопрос на засыпку. Где это я себе представляю? Что конкретно в этом подвале собираются делать? Не представляю. Вот на потешной представляю, что там собираются в подвале делать хостел. И мы уже проконсультировались с жителями этого дома. В рамках того закона, который сейчас будет, я думаю, что мы успешно это дело отобьем. Но адрес, я думаю, что мы запомним. И туда тоже обязательно заедем. Вот вы видите, какой... А ну вы готовы спускаться в подвал, подниматься на крышу и заниматься этими точечными проблемами сами? Слушай, я это делаю постоянно. Если он не вхож в кабинет, то ему только осталось ходить по подвалу. Не, ну я попросил бы не делать из меня подвального жителя. Я не антограмм. Если мы говорим серьезно, то мы действительно поговорили с жителями района не просто так. Реальное предложение. Район задыхается в пробках. И нужно увеличить дорожный транспорт на веселье. Вот, например, еще один мост через Яузу в районе промзоны Красного Богатыря. Готовы построить на своей деле? Да, и это была бы отличная идея. Только она, к сожалению, у нас в районе увязана с тем, что Красный Богатырь, завод, давший название Краснобогатырской улице, планируется под снос, в том числе и два здания, которые были признаны объектами культурного наследия, и которые потом были выведены из этого статуса. Это главное здание и пожарная часть. А при этом там на месте снесенного завода Красный Богатырь собираются построить огромный жилой комплекс, который добавит к жилой площади района Богородская, ну, примерно процентов 20. Я считаю, что в этой ситуации мост не спасет. Ну, да, но мы вам озвучили проблему. А я вам ответил, с чем она свяжена. Вот вы, кстати, говорите, построят комплексы, но и эти комплексы обрастут сразу какими-то предприятиями микробизнеса. Вы же сами говорите, поощрять создание рабочих мест во всех районах города, чтобы снизить нагрузку на транспортную сеть. А кто должен создавать вот эти рабочие места? Вот вы бы, например, могли бы, наш собственным примером, но вы почему-то инвестировали в Черногорию, а не в Преображенский район. Значит, сначала отвечая на первый вопрос, к сожалению, именно с носом Красного Богатыря будет уничтожено значительное количество предприятий, которые сейчас там базируются. А что касается Черногории, вот такой вопрос. Спасибо вам огромное, что даете возможность ответить на полумиллионную аудиторию, как я понимаю. Я думаю, вы будете отказываться. Спокойно. Давайте по порядку. Давайте. Значит, идея вот этого, этот фейк по поводу наличия у меня недвижимости в Черногории, этот фейк был рожден в кампанию 2014 года. Да, в конце 2014 года вы в одном из черногорских русскоязычных сообществ в Фейсбуке опубликовали по что ищите объекты для инвестирования на территории Черногории. А ведь интернет такая штука, сволочь, он все оставляет. А потом в одном из чатов вы спрашиваете, ребята, как обстоят дела с двойным налогообложением? И как его избегнуть в случае, если инвестор, получающий доход в Черногории, проводит основную часть времени в России, в Черногории примерно поровну? Я так подумал, что вы что-то купили уже. Отлично. Спасибо за этот вопрос и возможность на него ответить. В свое время часть моих клиентов, глядя на стремительно ухудшающуюся экономическую ситуацию в России, задались вопросом относительно инвестиций в Черногории. Я, будучи человеком максимально клиентоориентированным, естественно, слетал туда, познакомился с ситуацией, изучил ее, дал интервью. Ну, потому что в ходе знакомства с ситуацией в Черногории я знакомился с лидерами общественного мнения Черногории. Вот один из них попросил меня дать это интервью для своего интернет-портала, что я с удовольствием сделал. Считаю, что я там все сказал совершенно правильно. А то, что у меня нет недвижимости в Черногории, подтверждается тем, что моя декларация, с которой я заходил на эти выборы, была, естественно, проверена всеми надлежащими компетентными органами. У меня там отсутствие недвижимости зарубежной. Если бы что-то было не так, меня бы уже сняли. Сколько вы планируете потратить на избирательную компанию? Ух, отличная подача. И вот тут я пользуюсь тем, что я в такой восхитительной аудитории, какая у РБК, вот сколько помогут, вот столько и потрачу. Потому что, к сожалению, пока компания ведется на свои, своих, если честно, не так много. Мы не выступаем в роли краундфандинговой площадки. Выступайте, выступайте, за что вам огромное спасибо. Способна ли власть слышать общество и готова ли она к переменам? Мы не просто знакомим вас с кандидатами в Московскую городскую думу. Это своего рода стресс-тест. Мы проверка на способность отвечать на очень сложные вопросы. Сегодня отвечал Михаил Тимонов. На РБК программа «Что это значит?» Каждый вечер 7 дней в неделю в 18.45. К сожалению, не все удалось спросить.